Отрывки из интервью Тьерри Вальтона журналу «Уроки советской истории» Март 2022 года Начав писать о коммунизме в разгар правозащитного движения в СССР, Тьерри Вальтон по сей день остается одним из ведущих специалистов по новейшей истории России. Не сумев в раннем возрасте согласовать идеалы коммунистического учения с реалиями жизни в Советском Союзе, он перешел от изучения инакомыслия к рассмотрению его неизбежного врага – КГБ. Настойчивость и смелость поиска со временем сделали Вальтона ведущим международным авторитетом как в области изучения коммунизма, так и советских спецслужб. Пытаясь понять суть противостояния между свободомыслящими и государством, он в конечном итоге собрал уникальный материал о том, как коммунистическое прошлое Кремля продолжает формировать его текущую повестку как внутри страны, так и по всему миру. Труды Вальтона, в настоящее время это более 20 книг, а также тысячи эссе и статей, были переведены на множество языков, а его последняя крупная работа, трилогия под названием «Всемирная история коммунизма», вышедшая в издательстве «Грассе» в 2015-2017 годах, быстро получила репутацию одного из лучших современных справочников по данной теме. Что касается коммунизма, то интерес у меня возник из чувства возмущения несправедливостью. Коммунистический мир действительно самый несправедливый из всех существующих, потому что в нем у человека нет никаких прав. А если они есть, то эти права полностью подчинены самоуправной воле партийного государства и тех, кто получает от него свои выгоды. Я всегда считал, что коммунистические общества – самые неравные из тех, что когда-либо существовали, потому что в них горстка руководителей имеет все права, в том числе право принимать решения относительно чьей угодно жизни или смерти. Ни одно общество за всю историю не создало такого рода законную власть, в таком масштабном охвате, при которой все коммунистические страны ввергнуты в перманентную гражданскую войну со своим собственным народом. Это то, что не имеет исторического эквивалента. Мое возмущение всегда было питаемо этими жуткими характеристиками. Я изучал социологию, но без энтузиазма. И мне даже это не пригодилось. В 14 лет во время президентских выборов 1965 года я увлекся политикой, особенно текущими событиями. В 16 лет я стал ненасытным ежедневным читателем газеты МОНД. В то время моей мечтой было иметь дома Телетайп АФП, агентство Франц Пресс, чтобы получать новости в режиме реального времени. В какой-то степени современные технологии и доступ через компьютер к новостным сайтам исполнили мое желание. Тем не менее, я никогда не думал, что сделаю карьеру в журналистике. Я бы сказал, что это произошло само собой. Я пришел в газету «Либерасьон», в то время небольшую ультралевую ежедневную газету, чтобы предложить им свои услуги бесплатно. Так я начал писать статьи. Через год я стал сотрудником газеты и гордился тем, что у меня есть журналистский пропуск. Работая журналистом в «Либерасьон», затем на радио «Франц Интернациональ», затем в еженедельнике «Лепойнт», я всегда занимался вопросами внешней политики. Мои первые заметки, написанные для «Либерасьон» в ноябре 1974 года, серия из трех статей, касались темы репрессий в СССР. Я освещал, как мы выражаемся на журналистском жаргоне, новости Восточной Европы. Конечно, из-за личных предпочтений и политических убеждений, но особенно еще и потому, что никто не делал этого в газете, штат которой в то время едва насчитывал 30 журналистов. Мои коллеги были очень левыми, и даже если им не нравился советский блок, который они считали ревизионистским, как говорил о нем в обвинительных тонах маоистский Китай, который им нравился больше, им не нравились советские реалии, и они предпочитали о них не распространяться. Так что я мог делать то, что хотел, но не без того, чтобы иногда не вызывать ажиотаж в редакции, потому что мои рассказы о социализме не соответствовали идеалу. У меня была полная свобода действий в газете, чтобы рассказывать о диссидентах, и что важно публиковать их тексты. Либерасьон в то время была единственной французской газетой, которая больше всего поддерживала это инакомыслие, даже несмотря на то, что способы наши были наивны. По сей день я горжусь тем, что занимался этим. Я очень сблизился с теми диссидентскими кругами, которые, находясь в Париже, поддерживали борьбу за права человека за железным занавесом. Благодаря этому инакомыслию я расширил свои знания о советской системе. Я многим обязан тем мужчинам и женщинам, которые научили меня, и это правильное слово, истине о коммунизме. Я также много читал на эту тему. Словом, в те годы с 1975 по 1980 я сам себя формировал, чтобы потом стать тем, кем я стал, не зная, конечно, кем я собираюсь стать. Думаю, в жизни так часто бывает. Во время моих поездок за железный занавес в 1975-1980 годах я сделал много репортажей о Восточной Европе, что также обогатило меня. Мои встречи с такими людьми, как Яцек Курань и Адам Михник в Польше, Вацлав Гавл в Чехословакии, Паул Гома в Румынии и другие, произвели на меня исключительное впечатление. В Париже также состоялись важные встречи с Натальей Горбаневской, Владимиром Максимовым и особенно с Александром Гинзбургом. Знакомство с Владимиром Буковским в Цюрихе в декабре 1976 года превратилось в ярчайший материал моей карьеры молодого журналиста. В Цюрихе пресса всего мира хотела общаться с Буковским после его обмена. Как мелкий журналист небольшой газеты, я априори не мог иметь к нему доступ. Но ко мне хорошо отнеслись парижские диссидентские круги, в частности, Наталья Горбаневская, которая играла роль Цербера в Цюрихе, охраняя Буковского. Благодаря ей я смог провести с ним целый вечер. В его гостиничном номере было очень темно. Он курил, как пожарный, что он никогда не переставал делать. И говорил, 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 чтобы рассказать, как заключенные Владимирской тюрьмы, которую он покинул всего несколькими часами ранее, объявили голодовку в знак протеста против их ужасных условий содержания. Я опубликовал материал об этой забастовке в газете. Не знаю, помогло ли это Владимирским зэкам, но я гордился своей ролью, тем, что я выполнил свой долг. Свидетельствовать – это, на мой взгляд, первая обязанность журналиста. Я несколько раз встречался с Буковским в Париже. Он жил в Великобритании после своей вынужденной высылки. Мы были довольно близки благодаря моей жене, которая была чем-то вроде талисмана этой диссидентской среды. Позже, в 1993 году, я снова увидел его в Москве, в архиве ЦК, где надеялся получить нужные мне документы. Он пребывал в веселом расположении духа, потому что ему, как знаменитости, архивариусы предоставляли доступ к большому количеству документов, в то время как меня, иностранца, они не жаловали. Следует отметить, что президент Борис Ельцин дал Буковскому доступ к этим архивам для подготовки процесса над Коммунистической партией СССР, который, как мы знаем, так и не состоялся. Буковский радовался, потому что привез с собой сканер, который позволял ему копировать документы таким образом, что архивариусы не понимали, что он делает. Такого рода техника была очень редкой в то время, и тем более в России, в ее состоянии полного хаоса. Короче говоря, он их дурачил, как признался мне во время той нашей встречи. Все эти подпольные сканы послужили материалом для его замечательной книги «Московский процесс», вышедшей в 1995 году. В последний раз я встречался с Буковским в Сигите, в Румынии, куда он приезжал читать лекцию в Мемориале жертв коммунизма, исключительном месте памяти в Европе, которое я также часто посещал с 2000 по 2010 год. Я всегда восхищался теми мужчинами и женщинами, которые за железным занавесом рисковали своей свободой, а иногда и жизнью, чтобы защитить свои убеждения, вашу и нашу свободу, как они говорили. Я считал своим нравственным долгом поддержать их и, если возможно, помогать им. Сегодня это восхищение остается неизменным, потому что, если подумать, их подрывная работа, которая иногда казалась такой бесполезной перед лицом советского мастодонта, что ж эта работа в конечном итоге взяла верх над мастодонтом. В этой битве Давида с Голиафом победил Давид, так что да, эта борьба имела решающее значение для истории 20 века, даже если память об этой борьбе сегодня угасает. Я очень восхищаюсь теми, кто сегодня противостоит Путину. Я говорю себе, что они тоже победят, в конце концов. Весной 1992 года я работал над подготовкой своей книги о советской шпионской сети, которая перед началом Второй мировой войны проникла во французскую политическую элиту, в частности, в круге радикальной партии, игравшей важную роль во времена Третьей Республики. Приехав в Москву, я наивно полагал, что мне откроют архивы КГБ. Я даже побывал в кабинете этой службы на Лубянке, где меня любезно принял офицер, который дал мне понять, что мне не на что надеяться. На самом деле архивы КГБ и ГРУ никогда не открывались, кроме как вначале для потомков жертв репрессированных, тех, кто пострадал во время сталинских репрессий, чтобы они смогли увидеть дела своих родителей. Впоследствии эти архивы тоже были закрыты. Несмотря на эту неудачу и благодаря соучастию бывшего офицера ГРУ, который впоследствии стал моим другом, мне удалось получить некоторые важные документы, которые я представляю в этой книге. «Ле Гран Дже Крутемо» – «Великая вербовка», опубликованной в 1993 году. Я продолжал возвращаться в Москву и несколько раз ездил туда, чтобы за отсутствием доступа к архивам КГБ работать в архивах МИДа. Советские дипломаты имели близкие связи с КГБ, и им приходилось ему подчиняться, отчитываясь о своих действиях. Так что эти архивы оказались очень богаты на информацию о множестве контактов, которые советский дипломатический персонал имел с журналистами, политиками и бизнесменами во Франции для проведения своих операций влияния. Материал, собранный в Москве, позволил мне написать книгу «La France aux Influence» – «Франция под влиянием», которая охватывает послевоенный период до 1970-х годов. Такая же работа должна быть проделана и в отношении сегодняшних реалий. Моя книга «Le KGB en France» – «КГБ во Франции», изданная в 1986 году, имела успех, потому что я впервые раскрыл миру факт существования крота в управлении ТЭ, научно-технический шпионаж, офицера, работавшего на французские службы. Благодаря разоблачениям «Farevel» – позывной шпиона, настоящая фамилия Ветров, западные страны смогли узнать о масштабах добычи, которую получал КГБ в эти годы разрядки. Когда я опубликовал эти разоблачения, Ветров уже был выявлен, а затем казнен. Более 200 шпионов КГБ были высланы из стран по всему миру благодаря документам, переданным Ветровым. Обладает ли сегодняшняя ФСБ качествами вчерашнего КГБ, я не знаю, потому что я перестал пристально интересоваться этими шпионскими вопросами, чтобы посвятить больше времени изучению истории коммунизма. Я просто отмечу, что грубые ошибки, которые всплыли в последние годы – это была работа ГРУ, военного шпионажа, который во времена Советского Союза имел более высокую репутацию, серьезность, эффективность, чем КГБ. Поэтому можно предположить, что раз ГРУ делает больше ошибок, чем раньше, то ФСБ, вероятно, тоже совершает больше ошибок, даже если мы об этом не знаем. Поскольку, с другой стороны, путинская Россия представляется Западу менее опасной, чем СССР в свое время, ФСБ, несомненно, легче манипулировать определенным количеством жителей западных стран. Тем не менее, вторжение в Украину открыло глаза наивным, и есть надежда, что теперь вербовать шпионов для работы на Россию будет труднее. Во времена СССР именно коммунистическая идеология делала людей глухими и слепыми. Надежда, питаемая утопией, мешала нам видеть реалии социализма. Более того, существовали коммунистические партии, которые транслировали московскую пропаганду по всему миру и тем самым маскировали эту социалистическую реальность. Сегодня это уже не так. С другой стороны, Путин воспользовался отчасти вчерашней слепотой. Мы долгое время отказывались видеть, каков он на самом деле, потому что в сознании людей сохранились остатки представления о коммунистическом рае, и это служило ему защитой. Более того, воинственно настроенный Путин, который обещал убивать террористов даже в сортире, этот Путин нравился ряду жителей Запада, которые считают, что демократии слишком слабо реагируют на исламизм. Путин также представил себя защитником западных ценностей, что радовало всех, кто беспокоится относительно эволюции наших обществ, особенно в сфере нравов. Я намеренно использую прошедшее время, потому что и здесь война, развязанная против Украины, изменила ситуацию. Становится все труднее восхищаться Путиным. Однако не будем питать иллюзий, в мире всегда будут люди, которые предпочтут диктатуру, демократии, войну, миру, государство и его порядок, человеческой свободе. Поэтому всегда будут находиться такие Путины, которые будут радовать людей и вызывать у них восхищение. Путинизм имеет свои корни, но не все они находятся в истории Советского Союза. Во-первых, карьера Путина на службе в КГБ, то есть, напомним, всемогущего политического сыска, неизбежно оставила на нем свои следы и советские рефлексы в нем. Жестокость, бесчувственность, авторитаризм. КГБ обладал всеми правами. То, как Путин правит, является его наследием. Как всякий непреклонный коммунист, Путин был национал-коммунистом. Национализм всегда служил резервной идеологией коммунизма, запасным колесом, если хотите, для дальнейшей мобилизации народов, которые ясно видели, что обещанный коммунистический рай – это бутафория. Все коммунистические партии мира, были они во власти или нет, играли на националистической струне, чтобы компенсировать банкротство марксизма-ленинизма, банкротство его обещаний, его иллюзий. Осиротевший без коммунизма Путин сохранил в себе ментальные структуры националиста. В качестве доказательств он ненавидит Ленина, чей интернационализм, по его мнению, разрушил Россию, и обвиняет его в том, что он предпочел осуществить свои мечты о мировой революции, вместо того, чтобы консолидировать страну. С другой стороны, Сталин в его глазах – национальный герой. Для Путина Великая Отечественная война обеспечила престиж СССР в 20 веке, а значит и России. Отсюда его постоянные ссылки на эту войну, отсюда его бред по поводу денацификации Украины. Как будто его мысли остановились на 1941-1945 годах. Есть опасность, что Путин, пережив крах своей мечты завоевать Украину, напряжет все силы и применит запрещенное оружие – химическое или ядерное. Что может сбросить с рельсов этот все еще остающийся локальным конфликт? Возможно, с другой стороны, что эта война продлится долго благодаря огромному сопротивлению украинцев, и что восток страны превратится в гноящийся нарыв, который всегда может лопнуть и, следовательно, будет представлять из себя долгосрочную угрозу для остальной Европы и даже для всего мира. Путин перешел в состояние, из которого сам не знает, как выбраться. Опасность всех войн состоит в том, что хотя мы знаем, как они начинаются, мы не знаем заранее, чем они могут закончиться. Я вижу дальнейшее развитие событий в пессимистических тонах. В первую очередь, относительно украинцев, которым предстоит еще долго противостоять свирепому врагу. Относительно европейцев, потому что мир, который мы знали с 1945 года, разрушен. И, наконец, относительно всего мира, потому что есть много стран, которые хотят отомстить Западу. Они могут благодаря этой войне объединиться, чтобы положить конец демократиям. Я не говорю, что они победят, я даже думаю обратное, но в какое состояние это приведет планету и человечество? Вот что тревожно и драматично. После распада СССР было много разговоров о конце истории, но мы скорее являемся свидетелями возвращения к истории с картинами войны, которые мы надеялись больше никогда не увидеть. Понятно, что дата 24 февраля 2022 года знаменует собой переломный момент в международных отношениях. Существует опасность того, что ложный мир, который мы знали со времен Второй мировой войны, мир ложный, потому что с тех пор не было ни дня без войны на планете, что этот ложный мир перерастет в настоящую войну. Не будем забывать, что коммунистический Китай мечтает о мировом господстве. У него это, естественно, не получится, но намерение это у него есть. Китайское правительство во всех подробностях изучило то, как пал СССР, и не повторит тех же ошибок. Они ни пяди не уступят в том, что касается идеологии, власти, полного могущества коммунистической партии. Словом, всего из чего состоит коммунистический строй. Если в ближайшие годы ситуация в Китае ухудшится, а это уже происходит, если мы всмотримся в то, как идет его нынешняя эволюция, то тогда коммунистическая власть без колебаний пойдет на риск, как Путин в Украине, чтобы избежать краха. В таком случае они могут выбрать войну. И тогда у них будет и война, и крах, перефразируя Черчилля. Подводя итоги, мы не покончили с коммунизмом, как мы полагали в 1991 году, потому что все это – его последствия. Ради блага человечества мы должны надеяться, что он как можно скорее исчезнет с мировой арены. Это единственное будущее, которое я желаю, чтобы было у нас. Я не говорю, что те, кто придут ему на смену, будут лучше, но, по крайней мере, это позволит нам перетасовать карты, и, кто знает, возможно, вернуться к прежнему состоянию. Сомневаюсь, но будем надеяться. В этой стране существует старое бонапартистское искушение, заставляющее нас любить сильных лидеров, особенно если они провозглашают моральные ценности Запада, как это делает Путин. Часть национал правых видит его в таком свете. Среди левых тоже присутствует пропутинский тропизм, который проистекает как из ностальгии по СССР, среди крайней левых, и из благожелательного отношения к России, наследнице этого прошлого, так и из ее антикапиталистической позиции, особенно антиимпериалистической, которую бы воплотил в жизнь русский диктатор. Война в Украине поставила под вопрос это позерство, или скорее приостановила его, потому что эти тенденции закреплены в менталитете каждого человека и только и ждут, чтобы их вернули. Популярность, возвеличенной этими выборами Ле Пен, вытекает из ее риторики. Она говорит о том, что люди хотят слышать об их проблемах. Для этого большого сегмента населения она никоим образом не представляет угрозы. Наоборот, она воплощает надежду. Если кто-то видит это, это не означает, что он одобряет это. Она близка к темам, которые людей заботят, в то время как политический класс часто далек от народа, что к тому же является постоянным упреком в его адрес со стороны избирателей в демократических странах. Бросается в глаза тот факт, что электорат Ле Пен – это прежде всего активные люди, те, у кого есть работа, но плохо оплачиваемая. А Макрон набирает свой политический капитал на молодежи и на пенсионерах. Так что можно сказать, что Ле Пен представляет активную Францию, а Макрон – свободную Францию. В целом, во всем мире общественное мнение требует установления большего порядка. Об этом свидетельствуют международные опросы. Так что тот, кто персонифицирует авторитет, кто утверждает, что хочет восстановить порядок, у тех попутный ветер в парусах. Мы наблюдаем это в Западной и Восточной Европе, где сильны крайние партии. Мы видим это в Соединенных Штатах с подъемом республиканских идей. Мы видим это в Латинской Америке, где левые дирижисты добились значительного прогресса за последние годы. Основная, но не единственная причина этой потребности в порядке, очевидно, связана с неопределенностями, сопровождающими экономические изменения, происходящие в мире, от индустриальной экономики к цифровой и в управлении, от национальных территорий к глобализации. Субтитры создавал DimaTorzok